Примерно в середине XVI века, в результате постоянной военной угрозы и неудачи Львовской войне, многие крупные северные монстри начали входить в систему обороны Московского государства и рассматриваются как регулярные монастыри-крепости. Отличие регулярной крепости от регулярной заключается в том, что нерегулярная крепость строится в соответствии с рельефом местности, а регулярная крепость строится без учета рельефа местности, с башнями, включенными в пресло стен. Эти башни имеют несколько ярусов боя, включая артиллерийский бой и бой из ручного оружия. И с конца XVI века эта участь постигла и Кирилло-Белозерский монастырь. Примерно в последней четверти XVI века начинается огромное строительство монастырской крепости, которая опоясала Кирилло-Белозерский монастырь первым каменным ожерельем уже в самом конце XVI века. Подробная информация о фортификационных сооружениях Кирилло-Белозерских монастырях в конце XVI века дает нам подробная информация из описи монастырского имущества 1601 года. В этой описи писано «И всего около обеих монастырей в стене восемь башен, а городовые стены и в башнях 585 сожжен, а в башнях и по стене 735 окон башни и ограда крысы теса». По своему времени первая крепость Кирилло-Белозерского монастыря была очень мощным фортификационным сооружением. Она включала в себя восемь башен, но поскольку весь монастырь делился на две части, так называемый Большой Успенский и Малый Иоанновский монастырь, то и фортификационные сооружения этих частей были различны. Высота стен Успенского монастыря, которую мы видим чуть подалее, была чуть больше пяти метров, их толщина около двух метров. Стены Успенского монастыря с напольной стороны имели только верхний ярус боя, а со стороны озера были усилены ярусом нижнего подошвенного боя, и бойницы этих боев были различны. Если верхние бойницы были узкими вертикальными проемами, то нижние бойницы представляли из себя круглые отверстия, а сверху было крестообразное отверстие для прицела. Бойниц верхнего яруса было примерно втрое больше, чем бойниц нижнего яруса, а вот высота стен Ивановского монастыря была несколько ниже. Башни Успенского монастыря были намного более мощные, чем башни Ивановского монастыря. Эти башни имели высоту от 11 до 15 метров, и башни имели четыре яруса боя. Но тем не менее, тем не менее, в случае военной угрозы на врага смотрело 735 бойниц. Несмотря на мощность каменной Кирилловской крепости, строители не везде учитывали равномерную защиту Кирилла Белозерского монастыря. Особенно опасным местом в обороне был стык между стенами Большого Успенского монастыря и Малого Ивановского. Для того, чтобы защитить этот стык, невдалеке от стен, было построено большое каменное солодежное сушило, которое являлось своеобразным бастионом для того, чтобы вести стрельбу в момент нападения на монастырь именно в это место. К сожалению, нам неизвестны имена строителей первой монастырской крепости, но мы знаем имя руководителя и организатора этого строительства. Это был старец Леонид Шершов. Личность яркая, неоднозначная. Скорее всего, он даже не был старцем, а монастырским слугой, потому что по описи 1601 года в келье у Леонида Шершова нашли совсем неподобающие монаху вещи. Там находилась большая медвежья шуба, ящик с деньгами, а также кусок сахара, который совсем не подобает быть хранимым в монастырской келье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok